Сегодня поговорим немного об элите. Я уже делал ролик о демократии просто, и вот на этот раз хочу поговорить просто об элите. Так как в последнее время ведутся разговоры якобы под давлением элиты, власть в России может смениться. Я хочу показать, что никакой элиты в России не существует, и вообще немного поговорить о том, какой должна быть настоящая элита общества. Начнем с того, что слово элита само по себе происходит от латинского erigio, что значит избранный лучший. И в свое время титулы графские, герцогские, титулы лордов и прочего раздавались особые заслуги перед отечеством и суверенным королем. Свои титулы представители высшей аристократии зарабатывали своей собственной кровью и особыми заслугами перед отечеством. Поэтому эти титулы весьма уважались не только в высших слоях, соответственно, власти, государства, но и среди низших слоев бедных людей. Эти титулы тоже уважались, потому что практически все знали, этот герцог получил свой титул или его отец получил титул при битве такой-то и прочее. Я долго искал пример какого-нибудь фильма, где можно было бы посмотреть о жизни элиты, не нашел такой пример. Но есть очень знаменитый сериал, который даже находится в книге рекордов Геннесса. Если вы еще о нем не знали, я советую его посмотреть. Называется он «Аббатство Даунтонов». Он много лет показывался в Великобритании, не знаю, показывали ли его в России, но найти этот сериал можно. Если убрать и не обращать внимания на любовную линию, во всех подобных сериалах есть, конечно, какие-то любовные истории, то в этом сериале очень хорошо показана именно жизнь внутри элитарного общества, то, чем занималась аристократия, как они взаимодействовали со своей прислугой, с людьми, с землей, на которой они находились, и в чем была их основная роль. Вот если вы будете смотреть, там одна из героинь озвучивает это, что роль представителей элитного общества заключалась в следующем. Они должны были организовывать балы и праздники, они должны были заниматься благотворительностью и должны были участвовать в политике. Сейчас кто-то скажет, ну да, конечно, зачем же так воспевать, эту аристократию, если ничего они другого не делали, как только праздновали и танцевали. Это не так. В то время связь между семьями, между большими домами была достаточно сложной для того, чтобы приехать к какому-то герцогу или перу, там, эксквайру. Нужно было проехать очень много дней. Как правило, брали всю семью и всю прислугу, приезжали в замок, собиралось множество знатных лордов, и они обсуждали очень серьезные вещи. В эти моменты, когда организовывались так называемые балы, за кулисами этих балов заключались договора, велись переговоры, заключались браки и прочее. То есть в праздниках и балах была определенная роль. В этот момент, грубо говоря, делалась политика основная, поэтому и сейчас еще, все еще на званых ужинах и балах, конечно, джендельмены и дамы не только ходят и попивают шампанское, они занимаются параллельно делами, передают слухи, сплетни и все, что необходимо для политической игры. Второе, конечно, они должны были заниматься благотворительностью, и это их основная отличительная черта. Часто говорят, чем западное общество отличается от российского, как раз таки тем, что здесь существует традиция того, что богатые люди спонсируют очень многие объекты общественного пользования. В свое время аристократия занималась финансированием городских больниц. Например, они создавали фонды помощи вдовам и детям погибших солдат во время боя. Они финансировали учебные заведения. Очень важный момент. Известные английские университеты, оксфордские, кембриджские, все они существовали на частные деньги. Обратите внимание, какая мощная система построена в том же Оксфордском университете. Это множество школ, комплексов, лабораторий, сами по себе здания. Все это создавала английская элита, где и учились потом их дети, племянники, в том числе и отпрыски королевских фамилий, откуда вышло большинство нобелевских лауреатов. И все это на частные деньги. Плюс они, в зависимости от титулов и денег, элита, аристократия, занимались также городом, занимались парками, пример издательством. Практически все издания, общественные библиотеки содержались, конечно же, за счет богатых людей. Сам сериал «Аббатство Донтон» снимался в настоящем замке, существующем до сих пор, Хайклер. Вот просто представьте себе подобное сооружение, которое только строилось несколько столетий. И люди, рожденные в таких местах, они не могли покинуть эту землю, потому что их предки все создавали, с большой кропотливостью собирали там все элементы интерьера, всего этого дома. Таких замков подобных ему было множество. Например, я живу в земле Райан-Эт-Фальц, и у нас больше двухсот существующих до сих пор замков-крепостей. В свое время они становились неприступными крепостями во время войн, когда все жители ближайших деревень собирались там и сопротивлялись, например, при каких-то нападениях. А потом в мирное время Экскуайр или Лорд занимался этой землей. Он отдавал в аренду эту землю всем остальным фермерам. И дальше денежно поддерживал их. Если выдавался неудачный, неурожайный год, то Экскуайр своими собственными деньгами поддерживал тех людей, которые работали на него. Помимо того, что внутри этих замков создавалось очень много рабочих мест. Все эти множество лакеев, дворецких, горничных, прочих слуг, это была такая маленькая мануфактура, где иногда работало до ста человек. И люди ближайших деревень уважали своего Экскуайра не просто потому, что он был богат, а потому что он вкладывал деньги в эту конкретную землю, в этих людей. И вот в этом сериале очень хорошо показано, на каких условиях жили слуги. Это нам в свое время говорили, что аристократия только обкрадывала народ. На самом деле нет. У народа, у слуг были свои права. Они питались не хуже, чем питались господа. У них был регламентированный рабочий день. Они получали заслуженную пожизненную пенсию и иногда часть от наследства господина, на котором работали там по 20-30 лет. И в России тоже была своя аристократия, которая была уничтожена, естественно, вот этими кухаркиными детьми, которые вытерли там подолом сопли и пошли крушить все то, что было построено и создано веками. И российская аристократия, может быть, была не такая чопорная, как английская, но она точно так же занималась меценатством, точно так же они занимались благотворительностью, создавали фонды, строили университеты и все то, что во всех остальных европейских странах было и осталось до сих пор. После того, когда начался взрыв промышленности, в число элиты стали входить промышленники, разбогатевшие не за счет своих земель, доставшихся им от дедушек и прадедушек, а за счет своих собственных капиталов, внедрения каких-то технических новшеств, создания заводов, фабрики и прочее. Но вот здесь очень важный момент. Если ты просто богат, но при этом ты не занимаешься благотворительностью и политикой, ты не относишься к элите общества. И людей просто богатых не пускали в высшее общество, если они не делали то же самое, что делали остальные, и этим самым они подстегивали людей отдавать деньги стране, не государству, а стране, где он живет, вкладывать деньги в ту землю, на которой он живет. Роль государства в таких странах была очень небольшая. Государство по-прежнему это тюрьмы, налоги, армия и полиция. А все остальные дела делала именно элита, и поэтому она была мощная, она была сильная. Суверен опирался на свою элиту. Как говорят, свита играла короля. То есть то, что элита внутри решала, то и делал король, чего никогда не было в России. Свита никогда не играла царя в России. Наоборот, царь пользовал и, грубо говоря, имел эту всю элиту как хотел и до сих пор. Сейчас те богатые люди, которые живут за счет России, никогда и ни в коем случае нельзя назвать элитой, потому что, а, они не лучшие, они всего лишь приближенные одной персоной, захватившие власть. Б, так называемая элита России, не занимается благотворительностью, они не вкладывают деньги в свою страну, в своих людей. Они, наоборот, выводят капиталы из своей страны, и это, конечно, преступление против народа. Ну, а то, что они занимаются политикой, да, наверное, внутри они занимаются политикой, но не в интересах своей страны. Вот то, что они делают, санкции и прочее, это все, что уничтожает эту страну. И так называемая российская элита занимается уничтожением своей собственной земли. Если бы это были потомственные аристократы, если бы они выращивались в условиях благородства, чести, ведь аристократические отпрыски, они часто владели тремя-четырьмя языками, на них специально работали учителя, их воспитывали будущими политиками и дипломатами. Я еще раз говорю, это не кухаркины дети, которые пришли что-то там делать, и ничего, кроме как, там, я не знаю, лапать журналисток или еще что-то, они не умеют, потому что не воспитаны так. Никаких стратегий, никаких планов нет у этих людей. Единственный план – это вывести как можно больше бабла. И, конечно, последний вопрос – может ли в России быть или существовать, или народиться новая элита? Конечно, может при определенных условиях, и она есть, но ее сейчас не замечают, или она занимает не то место, которое должна занимать. Ну, например, Павел Дуров, да, это может быть элита России. Вот все говорят о Microsoft, о Apple, в Facebook, Цукербекер. Вот, пожалуйста, в России есть свой Цукербекер, грамотный парень, богатый, готовый инвестировать в свою страну. Что делает Россия? Она отторгает этого человека, она оскорбляет, она его выдворяет из своей страны, всячески давит на него. Так нельзя относиться к своей элите. Элита должна быть превознесена обществом. Общество должно поддерживать этого человека и стимулировать его для того, чтобы он часть своих денег отдавал этой стране. То элита российского общества, Гарри Каспаров. Почему? Потому что он лучший, потому что он мастер спорта, потому что это мозги, это стратегия, потому что он на свои собственные деньги содержит множество шахматных школ, занимается воспитанием будущего поколения. Это, конечно, представитель элиты. Или, например, вот этот человек, Зимин, это тоже представитель элиты, потому что он на свои деньги создал фонд, из этого фонда финансировались писатели, журналисты, режиссеры. Кто знает об этом человеке? Никто не знает, потому что он был объявлен иностранным агентом. Страна в очередной раз показывает язык лучшим из своего общества. И это в том числе и Горбачев, создавший фонд поддерживающий. Все те, кто занимаются благотворительностью, могут называться элитой. Может ли, например, элитой называться, ну, скажем, Потапенко, да, или там Грудинин? Люди очень богатые. Если они занимаются благотворительностью, если они что-то финансируют, что-то создают для своей страны, не только для своего кармана, да, они элита. Если только для себя, для личного обогащения, нет, это всего лишь какие-то там богатые люди, которые занимаются своим собственным капиталом. Вывод из всего этого такой. В России не существует элиты, не существует потомственной элиты. Кстати, элита может быть и финансовая, и военная, и политическая элита. В России напрочь отсутствуют все виды элит, которые когда-то существовали, но были потеряны. Поэтому при любом внешнем давлении, конечно, это все будет ощущаться, в большей степени будет ощущаться на карманах простых людей, чем на самой верхушке, вот этой олигархической верхушке, которую ни в коем случае нельзя называть элитой. И поэтому думать о том, что в данном случае свита сыграет короля, то есть элита подействует как-то на короля, это нереально и невозможно. Этого в России не будет. Власть царя в России не ограничена. Он опирается на мощную армию и мощный аппарат подавления, и в том числе может подавить любого из своих приближенных. И поэтому я думаю, что эта российская псевдоэлита не сыграет своей роли при смене власти в России.